Двадцать минут о красоте и стиле, которые проявляют себя в любую погоду и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31-ом. Всем здравствуйте! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Существует правило 20-20-20, да, что каждые 20 минут рекомендуется отвлечься на 20 секунд и посмотреть на 20 футов в перерасчете, это 6 метров, да, то есть вдаль. Посмотреть вдаль, чтобы глаз отдохнул. Акомодация расслаблена, когда мы смотрим вдаль. Посмотреть за окном. Те, кто целыми днями проводит за экраном монитора, наверняка знают – это несложное упражнение. Кстати, по данным ВОЗ, в среднем человек проводит у компьютера или смартфона порядка 5 часов в день. По этой причине и пациентов у врачей-офтальмологов в последние годы стало гораздо больше. Они приходят не только с жалобами, но и с просьбой просто порекомендовать им и рассказать, как же им сохранить свое зрение, да, в условиях общения с компьютером. Многих вот перевели сейчас на дистанционное обучение, на дистанционную работу. Есть люди, которые даже с этим не сталкивались. Сейчас в арсенале офтальмолога и пациента достаточно много таких приспособлений, которые мы можем помогать и профилактировать. Во-первых, это здоровый образ жизни и здоровые зрительные привычки. Все эти разговоры про физические нагрузки и правильное питание – это не просто набор дежурных рекомендаций. Так, например, игры с предметами, будь то валанчик, шайба или любая разновидность мяча, отлично тренируют мышцы глаз. А они у нас, как известно, обычно в стрессе от постоянного просмотра гаджета. Исследования показывают, что вот этот синий-фиолетовый цвет, свет, который излучают цифровые носители, он может влиять и в какой-то мере влияет на выработку мелатонина. Мелатонин – это гормон, который регулирует бодрствование и сон. Это получается, что для того, чтобы мелатонин вырабатывался, и вы хорошо спали, и хорошо отдыхали, и у вас не было усталости, депрессии, и раздражительности и прочих вещей, значит, нужно обязательно за два часа до сна убирать эти гаджеты. Иначе мелатонин, получается, под воздействием этого света, он у вас не вырабатывается. Вы очень плохо отдыхаете. Чтобы контролировать время, проведенное у экрана, существуют такие вот инструкции. Здесь по возрастным группам они разделены, и в зависимости от возрастной группы, да, все зрительные привычки должны меняться. Мы рассказываем, как правильно соблюдать расстояние, какое оно должно быть до компьютера, да, то есть это компьютер, вытянутая рука. Если это касается какого-то печатного текста, это расстояние 35-40 сантиметров. Очень важно соблюдать режимы зрительной нагрузки, то есть всегда чередовать режим отдыха, режим нагрузки. Помимо выработки полезных привычек, врачи настаивают на ежегодном посещении офтальмолога. Другой момент, если у пациента уже есть какие-то нарушения по зрению, да, и он хочет не допустить дальнейшего падения своего зрения здесь есть, мы подключаем уже какие-то медикаментозные, да, расслабляющие капли, да, мы рекомендуем специальные очки. Сейчас, слава богу, очковая коррекция, она не стоит на месте, да, и производители очковых линз идут в ногу со временем, и есть очень много очковых линз, которые помогают разгрузить глазки именно при работе за компьютером. Они помогут защитить глаза от фиолетового свечения экрана. Также в последнее время стали популярны кабинеты зрительных тренировок. Здесь, как и в тренажерном зале, можно работать над глазными мышцами, а также при необходимости проходить физиотерапию. Как и в других областях медицины, в офтальмологии придерживаются мнения о том, что профилактика – это лучше, дешевле и легче, чем лечение. А потому не стоит откладывать визит к специалисту. Полезное питание как образ жизни – средство для достижения цели или модный тренд. Наша гастрономическая рубрика – она для всех. И прямо сейчас мы вместе с ведущей, Катей Пашниной, представляем вам очередной низкокалорийный и высокопитательный рецепт. Блюдо у нас сегодня основное, судя по тому, что ингредиенты все не сладкие. Осталось единственное уточнить, это будет что-то с тепловой обработкой или же что-то это будет холодное под стать нашей жаркой погоде? Будет пополам, то есть мы немножко обработаем креветки, обжарим, а так это будет овощная паста с креветками. Кабачки у нас не будут тепловой обработке подвергаться? Нет, они за счет соуса промаринуются и будет очень вкусно. То есть такой еще элемент сыроедения присутствует. В какой последовательности мы будем обрабатывать все продукты? Обжарим креветки с черри и также порежем мелкими слайсами все овощи. Чтобы блюдо было нежнее, от кожуры избавляемся. И кабачок хоть и маленький, но мы режем достаточно воздушно. Когда по-другому порежешь, вот достаточно, например, огурцы порезать не кружочками, а соломкой, и уже какой-то получается другой вкус, другое ощущение от блюда. То же самое и с цукини, если резать там не кубиками, не пластиночками, а вот так вот шинковать таким ножом для очистки овощей. В принципе, и с огурцами тоже можно такое же проделывать. И это, мне тоже кажется, веяние азиатской кухни. Они вот это все любят. Огурцы нарезаем точно таким же образом. Креветки очищаем полностью. В нашем случае снимаем хвостики, они были с хвостиками. Если это не очищенные креветки, то надо разморозить и почистить. И вот у нас уже заготовка помидорок есть, и сейчас мы это все будем обжаривать. Разогреваем сковородку в идеальном варианте. Жарим на масле ГХИ, напомню, что оно не выделяет канцерогенов, поскольку уже перетопленное. И отправляем вместе, после того, как сковородка разогрелась, креветки вместе с помидорками чая. Перец нарезаем тоненькими полосочками. Если вам очень повезло и достался прям совсем спелый авокадо, можно вилочкой его размять. Но в нашем случае... Немножко недоспел. Да. Поэтому нарезаем кубиками. Заправка у нас такая двойная получается. Первое – это маринад, которым мы маринуем сам кабачок. И это уже готовая смесь. А второе, когда мы уже добавим креветки, добавим помидоры, это будет уже заправка номер два. То есть такой вот двойной соус. Кать, а из чего вот эта вот смесь готовая состоит? Это лимон, имбирь и специи. И немножко масла добавим. Итак, первый соус, он же маринад, перемешан вместе с нашей основой для салата. И теперь мы уже собираем полностью готовые блюда. Нам сюда необходимо добавить наши креветки с помидорками черри. И затем второй соус, который будет состоять из размельченного миндаля, мелкого авокадо, оливкового масла и сока половинки лимона. А, и еще и кинза. Вот такое у нас получилось блюдо. Салат очень сложный, ингредиентов много. Здесь и креветки, и припущенные помидоры, и авокадо, и кинза, и цукини, и перец, и огурец. Но, в общем, польза от такого блюда многократная. Ровно как и питательные его характеристики тоже очень высоки. Но, тем не менее, он достаточно легкий для лета, и достаточно быстро мы сделали его. Да, четыре руки, так вообще, минут десять. Я вас приветствую в пиццерии «Перчик». И сегодня мы поговорим о наших маленьких гостях и их развлечениях в наших пиццериях. В наших пиццериях мы проводим детские кулинарные мастер-классы по приготовлению пиццы, салатов, бургеров, паста, равиоли и сэндвичей. А в день рождения у нас приятный бонус – 10% скидка. Для детей у нас разработано специальное детское меню, а также детские наборы, которые удобно взять с собой. Детские кулинарные мастер-классы мы проводим для детей от трех лет. Профессиональный шеф-повар расскажет, как правильно готовить пиццу, а также, как правильно ее запекать, разрезать и в каком порядке кладутся ингредиенты. Для наших маленьких гостей у нас предусмотрена бесплатная детская игровая зона. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Наш SMM-проект «Инстачек» о предпринимателях, которые сделали ставку на то, чтобы продвигать свой бизнес в сети. А еще он о специалистах, которые знают различные инструменты для достижения в этих вопросах хороших результатов. Неважно, есть ли у вас деньги сейчас на SMM-щика, нету, то есть главное делать. Инстаграм – это такая, казалось бы, игрушка, но это основной инструмент по получению прибыли. То, что вы видите, это должностные инструкции для партнеров, для сотрудников. Изначально я шла просто на энтузиазме каком-то, на доказательстве в себе, людям, в семье, что я смогу, у меня получится. Катя Малькова – предприниматель уникальный. Эта нежная девушка решительно как полководец и эмоционально как тысячи блондинок. Она сочетает в себе безумный креатив с холодным расчетом, умеет быть требовательной и вместе с тем душевной. Все, мы начинаем, да? Все, погнали, окей. Основатель федеральной сети салонов эпиляции и коррекции фигуры, оптово-розничной компанией по продаже косметики и создатель собственной сети франшиз, начала свой бизнес вовсе не как бизнес. Причиной стал вопрос интимного характера. Я на тот момент искала для себя какой-то метод, способ, как это, короче, все дело убрать. И я нашла документ, как эпиляция, я нашла студию, ну, из, там, топового в городе. Мне говорят, вот, там, за определенный комплекс, там, 15 тысяч рублей, там, все, у вас все будет классно. Мне проводят процедуру, я такая счастливая, думаю, вот, классно все, мечта сбылась, я эти 15 тысяч реально копила. И мне говорят, ну, процедура курсом проходит в среднем минимум 10. Как 10, типа, это же, что, знаете, там, 150 тысяч рублей, мне нужно где-то найти в течение года. Я думаю, а что, если я куплю этот бэушный аппарат, в течение года я сделаю себе сама процедуру там дома, и потом, например, продам его, там, за 250. Я поехала, посмотрела, меня девочка все научила, показала, мы еще поторговались, как обычно, но я же в продаже, да, короче. У меня не было вообще на тот момент мысли о заработке, о том, что это будет моим бизнесом. Это было просто решение собственной проблемы. Я начала тут же проходить различные обучения, как бы изучать, я начала звонить по всем конкурентам, я начала ходить, смотри, как они работают, что они делают. Ночью поехала, купила на Авито кушетку за 3 тысячи рублей, заехала в круглосуточную аптеку, купила наразовые эти перчатки, формы, да, расходники, там, буквально, ну, вот, на одного человека. Ко мне реально в 8 утра пришел первый клиент. И таким образом у меня за полгода, ну, то есть, начала формироваться какая-то база, у меня там 2, 3, 5 клиентов в день, там, еще что-то, чуть больше. Потом у меня подруга, она медик, она говорит, ну, да, с удовольствием подменю тебя, и у меня появятся первые сотрудники. В течение года все шло как по маслу. Коллектив пополнялся, клиентов становилось больше, но жизнь заставила научиться вести бизнес по всем существующим правилам. Потом был кассовый разрыв, почему, да, потому что не было там внедренного управленческого отчета, неправильно мы считали деньги, то есть не распределяла, я думаю, что мы все эти миллионы, которые там учатуют, это все мое, да, там, они деньги компании. А практика беззнания – это невежество. Вот. Я поняла, что для того, чтобы развиваться, нужно учиться. Я начала очень много учиться, то есть я пошла на различные там бизнес-тренинги, бизнес-курсы. И когда я начала учиться, у меня жизнь просто повернулась, ну, колоссально. То есть меня стали приглашать выступать спикером в Москве. 6 часов с разбором бизнеса, то есть по аудитории 14 тысяч человек в онлайне. Я была на сцене Олимпийского трансформации, стояла на сцене. Это такие моменты, в которые ты думаешь, если бы ты не рискнул, да, когда-то, то этого бы всего не было. То есть если бы я когда-то не придумала себе поехать посмотреть на вид аппарат, вероятно всего, я бы не стояла сейчас здесь, да, у меня бы не окружали там люди-долларовые, миллионеры, которых не было никогда в моем положении. Что же до социальных сетей, они всегда присутствовали в жизни Кати. Только отношение к ним менялось от бытового к профессиональному. Откуда появились первые клиенты, да, я всегда всем девушкам говорю, если у вас в телефонной книге, либо там в подписках где-то есть 100 контактов, вы миллионер. Все, только нужно научиться теперь с ними работать. Я вообще замучила всех своих друзей. Я всех достала, я вообще просила, там, пожалуйста, сделайте репост. Вы все репостили, а меня не было, было за кадром. Но как только я показала свое лицо, кто я, что я, уровень доверия и лояльности максимально, ну, то есть он прям квантовый скачок начал расти. Почему? Потому что люди покупают у людей. И даже несмотря на то, что Кати на соцсети ведут несколько специалистов, она все равно готова выслушать мнение Анны и Лины из агентства «Про пиар-медиа». Я три года велася полностью сама, я и до сих пор продолжаю вести сама эти социальные сети. Пост этой фотографии, там, красивая, редактированная, да, там, может быть, профессиональная, там, еще какая-то. Или какой-то там текст, который ты, вот, там, пишешь, стараешься, там, чтобы как-то людям понравилось. А сториз ты живой, ты настоящий. То есть это инструмент. Мы начинаем работу с аккаунтом «Импульс Лазер» по шапке профиля. Единственная рекомендация о продаже франшизы. Этого в шапке нет. По актуальным историям. Здесь мы заходим в иконку студии. Здесь мы видим просто обзор студии. Больше за кулисой, да. А хотелось бы вот в студии отдыхать. Как клиенту я бы хотела видеть вход, парковку. Иконка обучения. Мне тоже хотелось бы видеть больше информации именно по обучению. Но я не вижу даже прайса на это обучение. Кнопка «Написать ватсап». Опять же, такой вопрос. Непонятно, кому мы пишем ватсап. Написать администратор. Либо вот какое-то слово, которое приведет к какому-то определенному лицу. Всегда, когда вы хэштеги используете, вы смотрите на их частотность. Хэштеги мы бы рекомендовали не использовать высокочастотные, такие как розыгрыши. Хэштег «Розыгрыши» имеет 295 тысяч публикаций. Вы просто не попадете в топ. Тогда публикуйте розыгрыши «Челябинск», розыгрыши «Екатеринбург». Я нахожусь в такой коробочке, где я вот это слово знаю. Очень тяжело иногда выйти из нее и посмотреть на свои проекты со стороны. Привлечь какие-то другие экспертные мнения. Потому что, может быть, они сейчас что-то такое найдут, нащупают, что нам будет генерировать дополнительный трафик. Может быть, там более лояльность какая-то повысится. Поэтому я только за. Я за то, чтобы посмотрели другие люди. Кстати, за несколько дней, что специалисты из про-пиар-медиа анализировали аккаунт «Импульс Лазер», Катерина успела открыть еще один бизнес – студию йоги и стрейчинга «Импульс Трейч». И уже буквально на следующий день после вечеринки по случаю открытия и трехлетия со дня рождения первого салона состоялась итоговая встреча в рамках проекта «Инстачек». Аккаунт «Импульс Лазер» из местного аккаунта, который работает только по Челябинску, переходит на масштабы у других городов России. Мы сделали акценты именно на федеральную сеть франшиз, что это продажи идут по всей России и миру. Соответственно, мы это указали в шапке профиля. Теперь клиент, заходящий на аккаунт «Импульс Лазер», он может не только стать клиентом, он также может стать партнером. То есть посмотреть весь бизнес изнутри, понять процессы бизнеса и сделать свой салон не хуже салона в городе Челябинск. Также я хотела бы добавить, что федеральная сеть франшиз, когда написано в шапке профиля «Импульс Лазер», который находится в городе Челябинск, она важна не только для тех людей, которые хотели бы приобрести франшизу, а также для клиентов, так как у клиента доверие увеличивается, от того, что «Импульс Лазер» находится не только в Челябинске, и они расширяются, не сами открывают, а уже продают франшизы, как готовый бизнес, соответственно, им люди доверяют. Это очень важно, всегда привлекает из-за неэкспертов, потому что эта зашоренность, она очень часто мешает расти. И слышать мнение других людей – это важно, потому что в бизнесе нужно быть готовым. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи! Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok